Бушевавший на территории несколько дней метель не стала помехой в работе зимника. Несмотря на то, что в тундре Мелони на Шутку видимость составляла всего несколько метров, дорожники в оперативном порядке устраняли снежные заносы. Спустя сутки после того, как непогода сменилась крепкими морозами, на зимник отправилась наша съемочная группа, проехав от Нарьинмара до Усинска и обратно. Мария Владимирова расскажет о том, в каком состоянии находится дорога жизни. Нулевой километр или начало зимней автодороги Нарьинмара-Усинск. Отсюда, с первого дорожно-ремонтного пункта, начинается движение по бескрайней и полной сюрприза в тундре. Особенно после метели, бушевавшей несколько дней. Последствия стихии, начиная с нулевого километра, устраняет тяжелая техника. Первые несколько метров зимника идеальны. Дальше местами переметы. Ветер со снегом, порывы которого достигали до 20 метров в секунду, сделали свое дело. Метель на зимнике бушевала сутки назад. В воскресенье установилась уже морозная погода, безведренная и без снега. Несмотря на это, в непосредственной близости от первого ДРП множественные снежные переметы, которые с трудом преодолевают машины низкой посадки. Впрочем, ситуация оказалась небезнадежной. Спустя несколько километров встречаем так называемую гитару. Как раз в направлении снежных заносов. Дальше порядка 30 километров зимника до второго дорожно-ремонтного пункта преодолеваем без проблем. На ДРП идет повседневная работа. Здесь всегда готовы оказать помощь и приютить путешествующих по зимнику. В метель или мороз – неважно. В нескольких балках 16 мест для обогрева и отдыха. Кровать и все, теплые балки, они постоянно обогреваются. И вот здесь 4 места. Итого 16 мест у нас в спальне. Как бы мы можем приютить людей в сильную метель, если они где-то там забуксовали, притащили его, например, до базы. И в любой момент всегда можно спать здесь, отдохнуть, дождаться проезда. На случай оказания экстренной помощи ввиду отсутствия на зимнике сотовой связи здесь есть связь спутниковая. Часто приходится пользоваться? Ну вот при мне два раза люди просили позвонить, запчасти было нужно привезти. Я, соответственно, на связь вышли, и они связались, и им приехали запчасти. Вот и все. Дорожно-ремонтный пункт – это не только место отдыха водителей, но и база дорожной техники. Ежедневно на зимник отсюда выходят бульдозеры, гитары, водовозки и другие машины. Вот сейчас занимаемся проливкой заносов. Гитары, кировцы с гитарами раскатывают их. И проливаем большие заносы, проходим сейчас все. С двух концов оттуда работает техника и работает с конца трассы. Это 55 километров наш участок. Мы его содержим. Вот, все, работает. Четыре кировца, пять водовозок в данный момент и четыре бульдозера. Одна за другой тяжелая техника после 35-го километра буквально повсюду. С технологией обустройства зимника после метели решаем ознакомиться лично. Скажите, пожалуйста, а для чего вы это чистите? Это снегозадержание, чтобы дорогу не запекали. А, понятно. И как часто вы ездите? Через день. А потом по бокам ездим. То есть это специальная конструкция, которая не дается метать оттуда? Да, да, да. Такие заграждения от снежных заносов три кировца осуществляют на протяжении 24 километров. 12 в одну сторону и столько же в другую. По самой дороге вновь встречаем несколько гитар. Там, где прошла техника, дорога ровная и практически гладкая, с небольшими кочками. Для выравнивания и укрепления дороги ведется и непрерывная проливка водой. Всего на зимнике пять водозаборов. На реках Шапкинская, Лаевош, Лае и Трех озерах. Ну вот расскажите, как этот цикл у вас строится? Подъезжает машина и как дальше вода закачивается? Благодаря чему? Там какие-то помпы или что? Да, конечно, дизельная. Электропомпа стоит. Что она делает? Воду качает. Что еще? И долго нужно время, чтобы машину одну водой закачивать? Шесть минут. Работа на водозаборах ведется в круглосуточном режиме. Машины сюда подъезжают одна за другой. В сутки после метели машины-водовозы на снежные заносы льет до 500-600 кубов воды. А сколько в день у вас рейсов получается? Десять. По-разному. Десять с семь. Смотр, какое расстояние водить. После проливки зимника водой дорога буквально парит. Оазис в морозной тундре создается не для красоты, а для того, чтобы дорога была плотной и прослужила как минимум до апреля. Устранение заносов на зимнике – это целый технологический цикл. Сначала снежные переметы убирают трактором, затем идет проливка водой. Вот как мы видим в настоящий момент, водовозки поливают его водой. Пройдет еще немного времени, здесь пройдет гитара, еще чуть-чуть, и зимник станет твердым, как асфальт. На зимней автодороге после метели работает порядка 20 единиц техники. Благодаря этому дорога проходима для всех видов транспорта.